Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Второй день деревни и второй день приятного дождика. Несмотря на это, погода просто потрясающая, прохладный ветерочек, и мы сегодня решили отправиться в наш сад. Там как раз должна поспеть черешня, даже два дерева. Это, кстати, дом друга моего детства, и как раз мы проходили мимо него, и у них в саду, прям около дороги, посажено дерево черешни. В этом году оно принесло столько плодов, прям проходишь около дороги рукой подать фрукты, но никто, кроме нас, эти фрукты не срывает. Это, наверное, культура соседей, но так как мы из города и покупаем каждый килограмм черешни за деньги, мы не могли пройти мимо и пару штук схомячили. И это сразу спалил мой друг детства. Он сразу предложил мне привезти пару ящиков, и чтобы я сняла мукбанг, ведь он знает, какими габаритами я кушаю. Но я, естественно, отказалась, потому что в нашем саду, как раз-таки сейчас я вам его показываю, есть несколько деревьев черешни, и там полно фруктов, даже можно делать варенье. Нам свои фрукты-то некуда девать, и хорошо, что у меня появилась машина, можно все собрать, увезти в город и потихоньку кушать уже там. Или сделать варенье и увезти в город. Но я варенье, честно, не очень люблю. Каждый раз, когда я снимаю влоги, у меня есть категория событий, которые происходят в моей жизни, которые можно запечатлеть и которые нельзя запечатлеть. Вот поход в сад для меня это неинтересный контент, но мама считает обратное. Мама прям уговорила меня взять с собой телефон и поснимать ее деревья. И тут у меня вытекает вопрос к вам, интересен ли вам подобный контент. Только честно, я не обижусь. Вот реально, может быть, некоторые вещи из своей жизни я не снимаю, считаю, что это абсолютно неинтересно, что никто смотреть не будет. А может, действительно, вам подобное интересно. Моя любовь. Белая черешня. Или если это красная, то я люблю недоспелую, чтобы она немножко хрустела и была неприторно-сладкой. Смотрю видео и кажется, что погода какая-то не очень, холодно, зябко, но на самом деле нет. Очень приятный легенький дождик летний, небольшой такой ветерочек и очень приятная погода. Когда я снимаю для вас контент в деревне, главная моя цель — передать вам атмосферу. И вот сейчас я смотрю это видео и понимаю, что все-таки атмосферу до конца передать не получается. Там просто такой вайб стоял, который видео, к сожалению, передать не может. Но в любом случае я стараюсь. Этот сад, кстати, 14 соток. Здесь в основном деревья — это орехи. Он находится в другой части деревни и отдельно от дома, где мы сейчас живем. Уже вокруг этого сада уже все построили себе дома и уже заселились. И только наш сад пустует без дома. А буквально 5-7 лет назад здесь не было ни одного домика. Были просто сады. Вернувшись, я услышала мяуканье. Очень знакомое мяуканье. И тут, оказывается, Твиксик вылез из окошка. Позапрошлом году был град, и он сломал это стекло. И с тех пор здесь нет стеклышка. Я не знаю, как Твиксик нашел окошко, в котором именно нету стекла. Вылез оттуда и мяукал вовсю, когда я его увидела. На самом деле на дереве гораздо больше. Мы собрали только одно ведро. Я думаю, этого нам достаточно будет. Белая черешня моя любимая. Она неприторно-сладкая. Очень люблю ее. Можно даже варенье из нее делать. Тоже получается очень-очень вкусно. Дегустация. Хорошенько промываю, потому что здесь и муравьи, и все, что угодно. Лучше даже несколько раз мыть. Посмотрите в его бесстыжие глаза. Он съел корм Твикса в прошлый раз. За раз 3 килограмм. Кто это сделал, Алекс? Кто? Ты не хочешь принести свои извинения моему сыну? Вы знаете, мне безумно стыдно перед подписчиками своего бумажного канала, потому что больше месяца на нем не было новых видео. И за этот месяц на меня подписалось почти 17 тысяч человек. Несмотря на то, что я как-то забила, люди подписываются, аудитория растет, просмотры хорошие. И наконец-то сегодня нужно взять себя в руки и сделать коллекцию. Я уже в городе начала делать коллекцию. Это патчи. И вот сегодня ее нужно закончить. Но я думаю, если я сейчас начну ее делать, я закончу ее делать к вечеру. А вечером я это видео снять не могу. Вот у меня вдохновение снимать блоги. Не знаю, вот очень хочется, очень нравится. Вот постоянно думаю, можно это снять. То третье, десятое. А до бумажного канала что-то руки никак не доходят. Но наконец-то сейчас я беру себя в руки и сажусь снимать для вас контент. Хотя изначально нужно все эти бумажные сюрпризы нарисовать. И вот вам кажется, что эти видео бесполезные, с одной стороны, и неинтересные. Но мне само, честно, бумажный контент смотреть очень интересно. И вообще у меня на создание одного видео уходит где-то ориентировочно 20 часов. Это очень много. Это надо заставить себя сесть. А я себя заставлять, если честно, не люблю. Я даже не знаю, как начать это видео, потому что месяц не было видео на канале. И мне искренне стыдно. Что же говорить в таких случаях? Все, что необходимо для бумажного канала, я взяла с собой. Это, естественно, бумага. Эту бумагу, кстати, я покупала в Хачмазе. Потом увезла ее в город. И сейчас обратно привезла. Я взяла с собой, естественно, тетрадки. Здесь 18 штук. Но в случае чего здесь в магазине тоже можно купить тетрадки. То есть все есть. Что не могу сказать про самоклеющуюся бумагу. Это от турецкого бренда. У нас в магазинах продается и другая. Но это мне нравится больше всех. Здесь 100 штук. И, кстати, половины здесь нет. Но я думаю, что так много бумажных сюрпризов я рисовать не буду. И этого количества должно хватить. Взяла вот такие файлы. Тоже понадобятся. Естественно, два моих любимых каталога. Столько труда, столько ностальгии, если честно. Обожаю пересматривать мои каталоги. Особенно мне вот эта коллекция очень нравится. Это обмен подарками на 14 февраля. Я делала вот такую коллекцию. То есть девушка что-то дарит парню и парень что-то дарит девушке. Все это я рисую самостоятельно, вручную. И одно время у меня было такое вдохновение. Вот такие вот коллекции. Вот эту тоже я обожаю. Просто коллекцию. Есть такие крутые принты. Особенно мне нравится вот этот принт. Для новой коллекции мне нужно обязательно оформить каталог. Вот чем, собственно говоря, я сегодня и займусь. И здесь в папке у нас уже готовые коллекции. Возвращаюсь к вам спустя еще два дня. Сегодня мы должны съездить в магазин и закупиться всем необходимым. Мы даже хотим загонуть в два магазина. Возможно, даже купим духовку. Я сегодня рано встала и сняла для вас мукбанг. Сейчас смонтировала. И мне настолько он не нравится. Как-то неаппетитно. Ветерок дует. Волосы то в одну сторону, то в другую. Как-то нету этой эстетики. Не знаю, может только мне так кажется. Потому что предыдущий мукбанг, который тоже был снят в деревне под деревом хурмы, тоже мне не нравился. А в комментариях всем очень понравилось. Но если контент мне не нравится, мне как бы без разницы, сколько он просмотров наберет. Для меня самое главное, чтобы мне нравилось то, что я делаю. Поэтому не знаю. Наверное, мукбанг я здесь дальше снимать не буду. Как-то мне не нравится ни ракурс. Возможно, дело в камере. Потому что большую свою камеру я не взяла. А на вот эту маленькую немножко по-дурацки получается. Время сейчас уже почти два. Обычно в это время я сплю. Но сейчас мы двигаемся в магаз. Тут есть очень большой магазин. Он называется Кристалл. Вот так вот он выглядит. Здесь абсолютно все. Сначала мы решили заглянуть сюда, а уже дальше ехать в продуктовый магазин. Выключаем. Вот такой утюжок я очень давно себе хочу, чтобы делать волны. Я спросила у консультанта, можно ли затестить. Мне сказали, что нет. А брать кота в мешке я тоже не стала. Уже однажды был такой случай. Я в Браво покупала паровой утюг от Тефаль. Я сразу в магазине хотела попробовать, посмотреть, как же он все-таки утюжит. Но мне сказали, что этого сделать нельзя. И потом, купив уже дома, я поняла, что это совершенно не мое. Он хорошо не утюжит. И, к сожалению, уже возвращать тоже не стала. И сейчас он вообще не работает. Кстати, прошло буквально полгода с момента покупки. И я всего несколько раз им пользовалась. И дело даже не в том, что мне было лень его возвращать. Я просто знаю, что этот процесс – это целая история. Вернуть товар у нас не так уж и легко. Для меня стало это своего рода уроком. И теперь в магазинах, если я покупаю технику, ее не разрешают протестировать. Я ее не покупаю. Мы немного отвлеклись. Кстати, духовке, которую хотела мама, ее, к сожалению, купили. В прошлый раз мы ее увидели. Мама сказала, что хочу, но брать не стала. И вот в этот раз мы поехали за ней. Но ее уже, к сожалению, не было. И тут резко начался очень сильный дождик. Смотрите, какие огромные хлопья. Прямо как будто град. Но самое главное – мы доехали. Что-то после того, как мы приехали, постоянный дождик. Еще, кстати, по дороге мы встретили наших соседей. Их тоже отвезли. Причем я их знала, а они меня нет. Прикиньте. Когда выходили из дома, столько всего планировали купить. А когда зашли в магазин, думаем, что же надо. Вообще, в таких случаях лучше составлять какие-то списки хотя бы. Первого необходимого. Потому что в магазине я, честно, теряюсь. Еще плюс мы встретили нашу соседку, которая вышла замужем немножко далеко от нас. Теперь живет с ней. Там немножко заболтались о том и сём. Давненько я ее не видела. Увидела и думаю, блин, надо поздороваться. А потом думаю, может быть, это не она. И у меня всегда, знаете, страх обознаться. Потому что один раз у меня в жизни такое было. Я встретила своего бывшего одногруппника. Ну, то есть мы ходили на географию вместе. Я подошла к нему и так прикольнула. Сделала так. Вот так вот сделан. То есть у нас были свои такие приколы. А потом оказалось, что это не он. И была очень неудобная ситуация. Мне было безумно стыдно. И почему-то вот где-то 4 дня я вспоминала эту ситуацию. Мне было настолько стыдно. И для меня был такой стресс. Хотя сейчас прошло время, я понимаю, что, ну, пустяковая ситуация со всеми может произойти. Но в тот момент мне казалось, это просто катастрофа. Так как у меня уже есть негативный опыт, в этот раз я решила сразу не подходить. А спросить у мамы, может, я ошибаюсь. Мама сказала, что нет, ты не ошибаешься. Мы подошли, поболтали. В общем, все круто. Несколько дней я для вас не снимала влогов. И не было дождей. И как только сегодня я взяла в руки камеру, начался дождь. Я очень хотела бы видео под такой дождь. Но я думаю, получится как-то не очень. Хотя можно попробовать. Я тут, кстати, не просто, как Емеля, лежу на печке. Посмотрите, сколько работы проделано. Здесь у нас были розы, они отсвели. И сосед нам сказал, что их нужно вот так вот под корень отстричь. И вот через пару месяцев они опять начнут цвести. Вот так вот мы отстригали все. Здесь лепесточки от роз. И сегодня утром подмела весь подморез. Кстати, во время дождя я сняла вот такое видео. Я думала, оно дурацкое получилось. Но столько хороших комментариев, так приятно. Огромное спасибо вам. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм.